Друзья, добрый день, новости, второй канал, чаек, все как вы любите и как люблю я. И сегодня будет довольно жаркий выпуск, потому что половина выпуска будет как бы не из мира автоновостей, а просто из того, типа, что у нас тут на ютубчике произошло, и то, на что я наткнулся в интернете тут недавно. Короче, типа, давайте там тоже заваривайте чаек, или там, вы там, наверное, может быть, обедаете, ужинаете, приятного аппетита вам, и погнали. И сразу вам объявление важное в начале ролика, что с 4 по 10 число мы с парнями, с продакшеном, едем в ЕКБ. Поснимать там обзоры, потусоваться там какое-то время, это к тому, что в ЕКБ, скорее всего, будет сходка подписчиков. Возможно. А возможно, не будет. Ну, короче, тема такая, что мы туда едем, уже точно, уже купили билеты, все окей. И если вы там вдруг из ЕКБ или там из каких-то рядом городов, то подпишитесь на инсту. Вся информация вот по поводу того, что мы там будем в ЕКБ делать и что там будет происходить, она будет у меня в инсте. Я больше никуда это выкладывать не буду. Вот мы тут это все один раз объявим, и все. И еще, если у вас есть интересная тачка на обзор в Екатеринбурге, то напишите вот на эту почту. Там Серега. Мы там составляем список и выберем три самые прикольные тачки и поснимаем. Вот. Такая инфа. Первая. Первая ситуация, которая произошла тут на Ютубе. Есть такой человек на Ютубе, Женя Вакцентр. Я думаю, многие его знают. И, ну, как минимум, вы точно должны были слышать это имя. И история какая, если кто-то вдруг не в курсе. Есть человек, Женя, у которого, собственно, есть компания, которая называется Вакцентр. Это, ну, сервис по обслуживанию, угадайте чего, Фольксвагена. И, ну, ребята реально крутые, все с ними классно. Я лично с Женей не знаком, но заочно через общих знакомых, типа, знаю, что у парней все очень круто. Ну, в плане того, что они реально крутые специалисты и работают на качество, на совесть, все такое. И к ним тут прилетела недавно история с того, что так как у них компания называется Вакцентр, а Вак — это юридическая фраза, слово, термин, название компании, которая зарегистрирована. Опять же, угадайте за кем. За Фольксвагеном. Им прилетела история, что они больше не могут так называться, иначе, типа, очень-очень много денег штрафа. И мы вот сейчас во всей станции, и все будет очень грустно. Тут история не в том, что Фольксваген такой плохой. А это просто стандартная практика, что любое, типа, любой бренд, любые названия, типа, нужно защищать. И большие компании, естественно, это, конечно же, делают. И вот у Жени довольно грустная ситуация в том плане, что, во-первых, нужно разрулить вот здесь этот геморрой с юридическими службами. Во-вторых, нужно полностью создавать новую компанию по факту, ну, типа, юридическое именно лицо, и делать полный ребрейнинг и так далее. То есть там люди все останутся все те же самые, сервис все тот же самый, но все это вот это вот вокруг нужно будет переделывать. И я, как предприниматель, понимаю, какой это геморрой. И поэтому, как бы, чтобы хоть немного поддержать парней, вот говорим в этом ролике про это. Вот смотрите, парни, из моей аудитории, кто смотрит второй канал, кто находится в Питере, если у вас Фольксваген, и вы еще не обслуживаетесь в Вакцентре, я не знаю, почему вы этого, типа, не делаете. Срочно бегите, обслуживайтесь там, потому что, во-первых, специалисты очень крутые. Во-вторых, давайте поддержим Женю, потому что, ну, типа, я знаю, чем ребята занимаются. И, короче, очень мало компаний, на самом деле, вот так вот в автомобильной индустрии, кому можно относительно слепо доверять. И в том числе, типа, ну, вот я, допустим, там, когда у меня еще тут был личный автомобиль, и, в принципе, и в Новгороде, когда всегда вопрос, блин, вот кому, типа, доверить тачку, это всегда проблема. Потому что в интернет заходишь, там вроде дофига красиво все расписано, типа, а по факту вы сами знаете, что получается. Так вот, Вакцентр — это та компания, которой точно можно доверять. Проверено, типа, не переживайте, инфа сотка. Еще раз говорю, мы с Женей не знакомы, мы с ним по этому поводу не общались. То есть это чисто мое искреннее желание поддержать человека в довольно сложной ситуации, потому что, опять же, я представляю, что это такое. Вот. И поэтому, если вдруг вы сейчас, типа, вот у меня же тут много фаналов Вольцвагена, условно говоря. Если вы еще не подписаны, во-первых, на канал Вакцентра, то, опять же, я не понимаю, почему вы это... Потому что я сам смотрю Женю. Все, что они там выпускают про Вольцваген, я сам это дело смотрю. Поэтому сгоняйте, посмотрите, ссылка в описании. Второе. Если вы в Питере и у вас Вак, идите и обслуживайтесь туда. Потому что это то место, где вас гарантированно не наебут. Мы же материмся на втором канале. Не наебут, короче. Вот. Моя личная рекомендация. А Женя, если ты вдруг смотришь этот ролик, тебе большой привет и лучи поддержки. Так нет, нужно обслуживаться у дилера, когда у тебя гарантийный период. А кто у нас ездит на Ваге на гарантии? О, хиш, Москва только. Все остальные, как нормальные ребята, пятилетний, двадцатилетний, сорокалетний. Ну и когда у тебя новая тачка, то там понятно все. Типа, а там просто нормальный человеческий сервис с человеческим лицом. Следующая новость. Пацаны, я нашел самое смешное в интернете. Все, можно забывать про мемасы. Можно забывать вообще про все, что так или иначе вызывает какой-нибудь кек. Потому что я узнал, что у УАЗа существует официальный Инстаграм. И дело тут даже не в этой ситуации, а дело в том, что у них там какой-то то ли сумасшедший, то ли очень веселый СММщик. Ну, понятно, там, короче, там стандартный, по сути, Инстаграм любого официального бренда. Типа, там выложены фотки машин, все дела и какая-нибудь прикольная надпись, что вот наши машины самые лучшие. Вот это вот все. Но прикол здесь в том, что, понятное дело, там люди стебутся в комментах, а СММщик на серьезном лице на это дело отвечает. И это так смешно. Я когда это первый раз увидел, мне скинул кто-то из подписчиков один из постов. Я зашел и я потерял там, наверное, часа полтора или два. Я ржал как сумасшедший, потому что... Вот давайте сейчас... Я подписался даже на официальный Инстаграм УАЗа, потому что ничего смешнее, опять же, я не видел. Открываем пост, допустим, вот это вот с буханками, где УАЗ показывает автомобили, буханку, которая как бы вот сделана... Детская комплектация по то, чтобы возить детей, типа школьный автобус, желтые, все дела. Во-первых, особым преимуществом буханки, в которой возят детей, считается, что она оснащена специальными ограничителями, которые не позволяют двигаться с открытыми дверями. И не дают разогнаться выше 60 километров в час. По-моему, буханке и не нужно разгоняться выше 60 километров в час, даже не важно. Дети там, люди, животные, все равно всем смерть. Ну, типа, по-любому. И вот такой пост. Заходим в комменты. И тут первый же ответ, типа, вот детям радости зимой будет, школу прогуливать, если не заведется. И человек серьезно такой, жаль лишь от детей радости, но этот автобус без сомнений отвезет их в школу. И мне это так разъебывает, это же так весело. Снаружи стрёмно выглядит, если честно, человек, что именно вам не нравится в дизайне данной модели? В дизайне буханки. В дизайне. В дизайне. Совсем очумели в таких возить детей. Они же гниют, как консервные банки. И официально от Света Цуаза, мы позаботились о том, чтобы наши клиенты больше не сталкивались с данной проблемой. Ой, блядь, позаботились они. Не дай бог деткам на этом попасть в ДТП. И опять же официальный ответ. Нет причин для беспокойства, смайлик. Мы значительно проработали системы безопасности данной модификации. В комментах, понятное дело, люди ржут. И кто-то тоже на серьёзных щах такой, что именно проработали? Появились подушки безопасности. Надуваются ремни безопасности, как на Форт Мондео. Сделали металл толще, хотя это не является признаком безопасности. Добавили курсовую устойчивость или систему контроля за полосой движения. Улучшили головной свет. Типа, чё сделали-то вообще? В данной модификации были установлены специальные кресла, оснащённые ремнями безопасности. Кроме того, автомобиль оснащён системой оповещения Эроглонас. Типа, мы убились насмерть, ну мы ты ок. Типа, сообщение приходит. Возить детей в такой машине? Буханка при серьёзном ДТП вскрывается, как банка консервная. Особенно при лобовом столкновении кузов автомобиля устарел в плане безопасности. Вы не правы. Для улучшения показателей безопасности на новых автомобилях семейства СГР была повышена жёсткость конструкции за счёт усиления рамы и кронштейнов кузова. Была увеличена толщина поперечной и добавлены дополнительные ленджерты. Блядь, ну как... Человек... Вот... Погодите, я открою другой пост. Типа, дело тут не только в этой буханке клятой. Господи, никаких проблем. Открываем последний пост про патриота. Во-первых, уже можно поражаться с... Поста самого. Эх, дороги, городские маршруты, просёлочные грунтовки и бесчётные километры трассы. Сколько их пройдено и сколько ещё впереди? Что скрашивает дальний путь? Конечно же, хорошая песня. Ну и... А если к любимой музыке прилагается 7-дюймовый сенсорный экран, встроенная навигация с предустановленными картами России, Белоруссии, Казахстана и Украины, значит, вы едете за рулём патриота. Ой. Это, ну... Народ дальше в комментах кекает. Эээ... Типа... Когда появится охлаждаемый подбутыльник в пол-литра, мы передадим ваши пожелания нашим коллегам. А вон там, вон там, когда развалится шаровая, видимо, будет не до музыки. Вы столкнулись с подобной проблемой при эксплуатации наших автомобилей? Вопросительно спрашивает у вас. И там появляется кто-то тоже недоубимающий, типа, вы честно ютубчик не смотрите, драйв 2 не читаете? Там много интересного. Рассказывают и показывают. Мы внимательно отслеживаем отзывы наших клиентов и стараемся учитывать при дальнейшей доработке моделей. Зачем-то у вас выложил татуху, чью-то кто-то набил буханку. Любая буханка рано или поздно обрастает внедорожным тюнингом или хотя бы получает более злые колёса. Как думаете, какие доработки придётся добивать тату-мастеру в ближайшее время? Первый коммент. Зато не сгниёт. Настоящая буханка тоже не сгниёт, ведь мы защитили её от коррозии. Катафорезным грунтованием, а также усиленным многослойным ЛКП. У нас на новой буханке за три года хватает вся в рыжиках. Чё вы там защитили? Непонятно, как её моли ест, так и ест. Вы обращались с данной проблемой в дилерский центр? Это ракомент. Нога сгниёт, блин. Человек пишет, патриот 18-го года, жучки ржавые уже на стыках. Вы обращались к дилеру для устранения данной проблемы? Да, сказали, это же российский автопром, чё вы хотели? Уточните, пожалуйста, а в каком дилерском центре? Я не понимаю. Там, видимо, человек, типа, ну, я реально, я потратил два часа. Я ржал, как дьявол просто. И у меня вопрос. То есть там человек, он свято в это верит? Ну, то есть там, у меня почему-то есть, знаешь, типа, представление, что где-то в УАЗе типа есть СММ-ошное. Типа там двери, там всё развешано в плакатах и в иконах. Ещё заодно. И человек свято верит, что, типа, это классные автомобили. Как ему живётся вообще? Пост с выложенной рисунком буханки и подпись. Все великие вещи когда-то существовали только на бумаге. Фотка с УАЗом, который в грязи просто, типа, застрял. Пост, понятное дело, операция спасения рядового Патрикея прошла успешно. Вот уж точно, не каждый поймёт такие приключения. Но пережив их однажды, отказаться от Афроуда уж точно не получится. Там коммент, он просто такой, типа, за трактором пошёл. Ответ на этот вопрос знает только автор фото. Фотка с миллионной буханкой. Пока все готовятся к предстоящему празднику, это про 23 февраля, вспомнили, чем знаменательен для нас конец февраля. Вернёмся в 1974 год. Последние дни зимы на нашем заводе были радостными и торжественными. Именно тогда с конвейера сошёл миллионный УАЗ. Этим автомобилем был фургон УАЗ-452. К тому времени он уже завоевал большую популярность среди автомобилистов. Уникальный момент, несомненно. И коммент. Советский автопром тоже думал, зачем менять, если продаётся? В итоге отстал во десятилетие. Кажется, с буханкой та же история и сейчас. Виктор, мы внесли много изменений в конструкцию буханки. В частности, была усилена рама, установлен более мощный и экономичный двигатель, комфортный салон, комфортный салон и система безопасности. Системы безопасности можно конкретнее, очень интересно. В зависимости от комплектации автомобили семейства СГР оборудованы антиблокировочной системой тормозов АБС и устройством вызова экстренных оперативных служб Эроглонас. В общем, ребята, типа, ссылочка на инстаграм у вас в описании и на мой инстаграм тоже. Подпишитесь и на меня, и на у вас. Такая себе связка будет, да. Но давайте, давайте вот все, у кого есть инста, давайте перейдем туда и в комментах отправим лучи добра человеку. Ну, я без стеба сейчас, потому что, ну, типа, я давно так не проводил весело вечер. Я два часа, типа, реально просто смеялся до слез. И, походу, это последний искренне светлый человек в стране, потому что, ну, за таких сотрудников определенно точно нужно держаться, типа, его ни в коем случае нельзя, то есть это вот УАЗу стоит держаться за этого человека, потому что, я думаю, вряд ли они найдут еще одного такого же сотрудника, который так искренне верит в то, что УАЗ это очень круто, типа, прям вот, Без стеба не нужно там ничего. Давайте реально просто зайдем в комменты и напишем, что, типа, добра и света тебе, человек. Главное, не открывай Drive 2 и YouTube. Не надо. И не смотрите мой обзор. Если вы вдруг, если вдруг вы, СММщик у УАЗа, смотрите этот ролик, пожалуйста, не смотрите обзор на Патриот. Он вот по ссылочке в описании, но не смотрите его, пожалуйста. Очень страшный заголовок для всех обладателей Kia Rio, что Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. И сейчас весь Kia-клуб должен задрожать и проверить, не стоит ли под окном автомобиль или не уехал ли он куда-нибудь и так далее. Так вот, всегда, когда вы видите заголовки, что какой-то там автомобиль стал лидером по угоняемости или там еще что-то, или там своровано какое-то невозможное количество штук, первое, относитесь к этому с недоверием, потому что одно дело, и вот в этом заголовке как раз таки идет речь о том, что Kia Rio сперли максимум, ну, типа, самое большое именно количество автомобилей по сравнению со всеми остальными. А типа, обращайте внимание на процентное соотношение, потому что, если мы откроем, типа, вот, ну, сейчас текущую доступную статистику в открытых источниках за 18-й год, то там Kia Rio тоже как бы лидер среди автомобилей Kia, потому что их в 18-м году угнали аж 633 штуки. Но вы же, наверное, догадываетесь, что Kia Rio у нас по стране катается просто огромное количество, и вот в общей массе парк составляет сейчас 155 тысяч Kia Rio на 18-й год, это вот статистика, и процентная доля угнанных от них составляет 0,27 сотых, да, 0,27 сотых одного процента. Если мы просто берем и открываем точно такую же статистику по Тойоте, Тойота Клуб, здравствуйте, и просто смотрим на Камри, которых на 18-й год, опять же, парк 74 тысячи, и угнанных сильно меньше, угнанных 494 штуки, то мы с вами получаем, что процентная доля как бы расстаться со своим Камри 0,48 сотых процента, то есть практически в два раза больше, чем Kia Rio. И вот смотреть в случае статистик с угонами и еще с какой-то подобной движухой нужно именно на процентное соотношение, потому что какая вам разница, сколько конкретно штук угнали, важно, какая вероятность того, что угонят именно у вас. Вот, поэтому не обращайте никогда внимания на такие заголовки, а смотрите на статистики и на процентное соотношение. Прежде чем бежать и покупать каскад угона суперавторские системы защиты для своего Kia Rio, а вот это вот, да, вот это вот херня на руль, руль с собой унести, в принципе, типа, педали скрутить, колеса открутить, ну, колеса и без вас откручат. Раз уж мы затронули угоны и Toyota, то Toyota здесь как бы недавно проводила пресс-конференцию в Москве и показывала, что они изобрели новый метод, чтобы защитить полностью свои автомобили от угона. Это не разговор про какую-то противоугонку, а про то, как сделать так, чтобы автомобиль было тупо невыгодно угонять. Смысл такой, что они изобрели специальную супер маленькую, типа, нано-ультра-технологии маркировку, короче, которую наносят на все основные агрегаты автомобиля, на кузов в нескольких местах. Суть такая, что абсолютно все детали маркируются, значимые для угонщиков и сама машина тоже маркируются, и потом в дальнейшем ее сбыть или продать по запчастям будет, ну, ГИБДД, и, типа, хотят сделать так, чтобы при постановке на учет заодно проверяли все вот эти маркировки, что реально ли они совпадают в автомобиле, не угнан ли автомобиль полностью, присутствуют ли они на автомобиле, потому что, если их не будет, то это, опять же, вопрос, типа, что за тачка надо, экспертиза и так далее. И, на самом деле, вот все, кто покупает крузаки, допустим, на вторичке, все знают, что попасть на экспертизу, типа, вообще плевое дело, потому что крузаки досматривают с особым тщанием. Всегда вот подъезжает Toyota Lexus на площадку осмотра и гаишник такой, давай, иди сюда отдельно, сейчас мы тебя будем во все щели проверять. Да, если что, обзор на крузак у нас вот по ссылочке вам будет. Я, честно говоря, не сильно понимаю, как это будет именно работать у нас в стране и что реально поможет ли это снизить количество угонов, но прикол в том-то, что наша страна не первый рынок, где Toyota вводит эту штуку. Они вот уже в обязательном порядке все ввели, что с 2020 года абсолютно все Lexus маркируются и в течение полугода абсолютно все модели точно так же будут маркироваться специальными вот такими мелкими штуковинами. Микроточки они это называют. Не совсем понимаю, как это будет работать именно точно, потому что, ну, можно стереть эти микроточки тупо нафиг с автомобиля, но в другой момент, что Toyota заявляет, что они на каждом автомобиле наносятся индивидуально и хрен найдешь, типа абсолютно все, но если они продают это дело через ГИБДД, чтобы они реально это дело проверяли и дадут им доступ или не доступ, ну, короче, то есть много вопросов у меня возникает, но есть прецеденты, есть прецеденты, потому что, типа, Россия это не первый рынок, где такую технологию вводит Toyota, и самый первый был рынок UR, где автомобили угоняли просто лютыми, вообще совершенно объемами, и опять же, по экспериментам правительство потом, типа, увидело, что да, это реально помогает, и ввели это как-то, что надо действительно использовать эти маркировки, и количество угонов сократилось на 80%, конкретно в UR, за несколько лет, и вот это очень прикольная статистика, мне очень интересно посмотреть, как это будет работать именно в наших реалиях, в наших условиях, и действительно ли поможет это Toyota спуститься с топа по угоняемости, будем наблюдать, ну, вот, типа, вопрос, потому что, на самом деле, большинство автомобилей то угоняют, то есть, они бравируют тем, что, вот, типа, автомобили угоняют, чтобы их потом переколбасить под другие документы и так далее, но это очень малый процент рынка, на самом деле, в основном, автомобили угоняют, чтобы разобрать и продать по запчастям, потому что Toyota безопасней, быстрее, типа, и все такое, и, то есть, она до гаража доехала, дальше ее разобрали, продали по запчастям, спилили все идентификационные номера, и, типа, и вот, пожалуйста, вот как они, как вот от этой ситуации поможет защититься, я не сильно понимаю, честно говоря, но, опять же, надо, надо посмотреть, будем посмотреть, потому что фиг его знает. Наш с вами локальный автомобильный мемасик по поводу Polo Sedan уходит в прошлое, потому что следующий Polo у нас будет Liftback, будет, типа, у нас совершенно уникальный свой Polo, которого нигде больше не будет, только у нас он будет, вот, следующее поколение производится в таком же кузове, как и Skoda Rapid, и тема тут такая, что Volkswagen стало дороговато содержать две разные модели на локализованных моделях у нас на конвейере, и они приняли решение, типа, что вот мы сделаем, типа, одинаковые Rapid, одинаковые Polo, по кузову абсолютно, они по технике будут совершенно одинаковые, и на самом деле это было решение не Volkswagen, а Skoda, потому что Skoda у нас заведует абсолютно всем по Volkswagen в нашей стране, потому что она самая продаваемая, и проще всего ей отдать браздеправление. Так вот, я что-то не сильно понимаю, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, с одной стороны, у нас страна седанов, и Volkswagen верит в то, что когда они запустят новый Polo, он будет, как минимум, такой же популярный, как и предыдущий, но отчет, мне кажется, это не так, потому что в топе продаж у нас все равно седаны. Да, понятное дело, что у нас потихонечку рынок меняется, и люди переходят к кроссоверам, хэтчбекам, универсалов стало побольше, и лифтбек у Skoda, это, типа, очень здравое решение для семьи, очень удобная штука, но все равно, Rapid-то как бы продавался в сильно меньших объемах, нежели Polic, да, понятно, он стоил подороже, понятное дело, но все равно. Мне немножко грустно от того, что чем дальше, тем, по сути, меньше уникальных автомобилей отвага у нас в стране остается, но эта тема в том, что у нас, в принципе, тенденция рынка такова, что довольно дорого локализовывать производство, вроде как есть выгода, но если у тебя автомобиль не продается в каких-то больших объемах, как бы локализовать его очень дорого, и это точно не отобьется. И в случае там с Polo-седаном и с Rapid-ом, которые, типа, все-таки высоки довольно-таки в топах продаж, было все логично, но вот, типа, VAC принял решение, что нужно держать только одну модель. И по факту у нас теперь будет просто два автомобиля по-разному выглядящих, но которые болт в болт совершенно одинаковые. И если раньше Polo и Rapid можно было покупать под различные задачи, то сейчас это абсолютно два одинаковых автомобиля. Будут это немножечко грустно. Так нет, смотри, раньше Rapid был дороже, и это было оправдано, потому что там был лифтбэк царский. Потому что в Polo у тебя только багажник. И типа, если у тебя семья, рассада, теща, вот это все говно, типа, тебе нужен лифтбэк. Типа, был смысл тебе переплатить за лифтбэк, короче. Но если тебе это не нужно, то и нормально Polo подойдет, который был дешевле. Типа, в этом была логика хотя бы хоть какая-то. А теперь два одинаковых автомобиля по разной цене будут. Непонятно. Chevrolet Chevrolet возвращается на наш рынок. Кому и не похер. Ну давайте, давайте, вы наверное ждали это. Ну вернется и вернется. Тут идет история не то, что к нам придет нормально GM, у нас будет Chevrolet со своими уникальными моделями. Нет, они просто номинально возвращают бренд, чтобы на то, что сейчас собирает Уздео, и то, что у нас продается под брендом Mirovon и вот под этим всем, просто дополнительно продавать то же самое под брендом Chevrolet. Типа, кто-нибудь удивлен? Нет, всем насрать. У нас тут в автопрогмате случился недавно забавный случай. Пришел к нам человек в офис и говорит такой, типа, пацаны, им нужна машина для моей жены Mazda CX-5 за миллион рублей, ну ничего страшного, типа стандартный совершенно заказ. И пока я ему оформляю договор, он рассказывает, что я вот тут тоже обращался, типа, в компанию по подбору, типа, мне нужен был GLS, там, типа, за три условно мульта, но в итоге купили за четыре, рассказывает всю эту историю менеджера, а менеджер такой, а почему вы к нам, типа, пришли сейчас, типа, с CX-5? У вас же другая компания по подбору, он такой, так не, не, я вас смотрю, все классно, у вас нужно подбирать, то я просто, типа, вы же не занимаетесь премиальными тачками. И мы такие, че? А вот это, а вот это, а вот это, а вот это. Он такой, а я что-то, как бы, из канала понял, что вы занимаетесь только бюджетками. И в этот момент в отделе продаж потемнело, потому что, типа, че? Короче, если вдруг вы тоже думаете, что мы занимаемся только Rio и Solaris, нет, типа, мы премиальные автомобили подбираем, и по каждому, абсолютно по каждому, немецкому бренду у нас есть отдельный человек, который специализируется на конкретном бренде, и мы можем подобрать абсолютно любой автомобиль, дав на него совершенно те же самые условия гарантии, мы полностью все нормально проверим, технически и так далее. У нас все дилерское оборудование, все в порядке. Вдруг у вас там пять человек таких еще осталось, кто может так же думать, но думайте по-другому, что мы можем подобрать все, что угодно. На этом, в этом выпуске у меня все. Пишите комменты, пишите комменты УАЗу. Только реально, блин, ну не стебите там, ребят, ну, типа, напишите что-нибудь добренькое, я потом зайду и проверю. И тех, кто будет там срать УАЗ в комментах, ну, точнее, не УАЗ, УАЗ-то срите без проблем, типа, вот СММщика именно не трогайте, СММщик красавчик. Типа, кто, кого найду там, кто будет срать СММщика, буду в коммент тоже срать. Вот. Всем добра. Все. Пока.